Задача по снижению давления на бизнес со стороны контрольных органов исполнительной власти является одним из приоритетов открытого правительства. Контроль надзорная деятельность для предпринимателей, наверное, одна из основных, если не самая большая проблема в их взаимоотношениях с государством. Сегодня у нас их, по некоторым данным, 199 контрольных надзоров, а совсем недавно Минэкономразвитие нам предпринимателям разослало табличку, чтобы мы внимательно ее посмотрели и сделали на свои заключения, по 235 функциям государственным, связанным с надзором и контролем. 235. Проверяющих органов не так много, но деятельность зачастую дублируется. То есть Минтруд может дублировать проверки, которые проводят экологи или проверки, которые проводит санэпидемнадзор. С такими случаями, конечно, тоже нужно бороться. То есть нужно вот эти вот однотипные проверки разных структур, они должны быть отменены. Здесь нужен новый закон, который будет рекламентировать эту деятельность. Любая проверка там небольшой торговой точки, ресторан, по сути, это остановка деятельности, даже если официально она не останавливается. Многие предприниматели воспринимают все это бесконечное количество проверок, воспринимают просто как оскорбление. Просто, слушайте, вы не даете работу, вы душите не только материально, потому что это все связано с материалом. Марина Анатольевна, ну что вот к тебе пришли, там что-то взяли? Да не взяли ничего даже. А просто пришли, отвлекли от работы, сотрудников, заняли время. Это все стоит денег. Понимаете? И, конечно, и морально, и физически, и материально. Это все бесконечное уже нагрузка. Это уже перебор. Потому что любой контрольный обзор – это провокация на коррупцию. С моей точки зрения, самая опасная коррупция – это вот то, что я сказал, это легализованные коррупционные схемы, которые выводят часть денег легально на основании даже банковских документов в различные филированные структуры, которые проводят различные анализы, либо выдают какие-то подтверждения и все прочее. Вот это такой самый большой рынок. И по той информации, которая сейчас копится в результате общения с предпринимателями из различных сфер, это создает такой большой денежный поток, за который в конечном итоге платят потребители. Президент поручил правительству разработать проект основополагающего федерального закона о государственном и муниципальном контроле. Целями закона проекта являются построение прозрачной доверительной системы взаимоотношений власти, граждан и бизнеса, снижение избыточного давления на бизнес, стимулирование добросовестной конкуренции, определение и установление четких границ разрешительной деятельности государственного и муниципального контроля, существенное повышение эффективности и результативности контрольной деятельности, эффективное использование бюджетных средств. В рамках данной работы экспертный совет при правительстве предложил переход на риск-ориентированный подход, где степень контроля будет соотноситься с уровнем угрозы безопасности для населения и экологии. Риск-ориентированный подход означает что? Что все подконтрольные субъекты у нас делятся на несколько уровней опасности, условно говоря, высокие, средние и низкие. Вот наша позиция заключается в том, что, когда мы говорим о передаче полномочий, мы можем уйти от того старого подхода, когда полностью все субъекты передавались под контроль. Мы можем передавать теперь, ну мы так считаем, по крайней мере, передавать субъекты только низкого и среднего уровня опасности, сохраняя субъекты высокого уровня опасности, да, федеральному уровню. Здесь мы всегда говорили, что вот этот риск-ориентированный подход с точки зрения организации процесса проверки должен строиться на, одним из принципов должен быть размер предприятия. Чем меньше предприятия, тем меньше вреда она может нанести кому бы то ни было, хоть потребителям, хоть окружающей среде, хоть чему угодно. Чем крупнее, естественно, там риски гораздо выше. И именно в силу масштаба деятельности самой хозяйствующей субъекты. Анализ, который мы уже провели по тем видам надзора, где уже внедряется риск-ориентированный подход, я уже говорил, что таких видов надзора сейчас есть в Российской Федерации, по некоторым, не по всем, но по некоторым у них есть статистика. Это статистика распределения подконтрольных субъектов по классам опасности. И вот статистика говорит о том, что в категорию особо опасных и опасных попадает порядка 2% предпринимателей. Большинство, а все остальные, попадают в объекты средней опасности или низкой опасности. Тут они делятся по-разному, ну, примерно 50 на 50. Может быть такая ситуация, что 50% это низкий уровень опасности, 50% средний. Бывает так, что наоборот, средний ниже, чем 50, а субъекты низкого уровня опасности, они преварилируют количественно. Это означает, что количественно для большинства предпринимателей, ну, мы полагаем, что для 50-60%, по разным видам надзора, по-разному, да, будет, контроль реально упростится. То есть мы считаем, что это один из действенных инструментов совершенствования бизнес-климата может быть в ближайшее время. Основная задача перехода на рискориентированные подходы, чтобы проверки были более, с одной стороны, эффективными, а с другой стороны, их было бы меньше, и они доставляли меньше хлопот предпринимателей. Также были разработаны механизмы замещения иными инструментами регулирования, добровольная сертификация, саморегулируемые организации, аудит. С участием экспертного совета при правительстве также происходит делегирование контрольных полномочий в регионы, разработаны требования и критерии качества реализации переданных полномочий. Поэтому здесь надо начинать с опытных регионов, опробировать в отдельных регионах отдельные государственные контрольно-надзорные функции, то есть передавать их вниз. То есть начать там Роспотребнадзор в отдельных регионах, там другие службы в других регионах, но переходить к этому очень постепенно. Роспотребнадзор Роспотребнадзор Роспотребнадзор